Так, и у нас сейчас новый гость, Сомкин Кирилл, который у нас главную сенсацию тура совершил, победил гроссмейстера Ленчевского у нас. И привет, Кирилл, как настроение? Микрофончик, микрофончик. Привет. Ну и что, погромче скажи что-нибудь. Привет. Вот, отлично. Все хорошо, отличное настроение теперь. Ну как так произошло, расскажи, что получилось? Я, честно говоря, мне казалось, я играл плохо, особенно когда реализовывал. Ну, как ни странно, нет. Играл ты хорошо. Да? Да. Мне казалось, когда мне пешку на А6 забрали, что я сейчас уже неиграя на победу. Ну нет, ну там огромный перевес даже. Ну я понимаю, я понимаю, что у меня настолько большой перевес, что я смог справиться с этим. Ну давай, мы доску разъявим. Ты у нас черными играл, да? Давай. Да, еще черным цветом победить, ну это вообще круто. Как вообще для тебя обстановка на этом турнире? Как самочувствие? Ну я пока играл до этого тура с не самыми сильными соперниками. Ну вроде тут все хорошо ты сделал. Да, вновь даже какая-то партия была. Да, ну... Я, честно говоря, это вообще не готовил. Но соперник, кажется, никогда не играл в отельянку. Тут резко пошел. Нам, кстати, вот эта позиция оказалась, что без проблем у черных, потому что при случае на 5 висит, да? То есть ты можешь ладью со 7 хорошо переводить, куда хочешь. И при случае до 5 готовить. То есть у черных тут вообще никаких проблем не должно быть. Да, но я сделал, наверное, фосферст 7 какой-то, видимо, не самый хороший, за конь же 5. Ну да, конь же 5 неприятно получилось. Пришлось возвращаться. Ну ладно, тут даже потеря темпа в такой позиции, как ни странно, не повлияло. В B4 тут какие-то... Ты что-то считал, кроме D5? В B4 для меня такая неожиданность была. Но мне казалось, что D5 надо ходить. Я увидел этот вариант, когда... Конь F4? Да, я увидел D5, Bc, C5, H5. Что на H5 конь F4. Ну тут и конь F5 можно пойти. Ну и так, и так, по-моему. Ну, конь F4 тоже. Да, да, я понял. И получилось в целом похоже, да? Даже с большим эффектом получилось, потому что... Там еще, да. Да, он причем очень молниеносно ладья C1 сыграл, да, как-то за 15 секунд буквально. А ты тут посчитал чуть-чуть. И конь F4, нет, ну конь F4 блестящая. Да, очень красиво. И никак не избежать хода конь E2 или конь D3. Даже ферзь F3 хода, нет? Потому что на конь D3 еще линия F начинает давление на ферзя. Мне, кстати, интересный вариант был ладья F4. Не, ну что это такое? И конь бьет E. И тут я думал, конь E4 есть, нет? Потому что там... А, ну там все-таки неприятно, да, чуть-чуть? Тут надо что-то посчитать не было. Не, ну что тут? И ферзь F5, да, есть ход. Не, ну, наверное, не обязательно же конь E4 ходить. Ну да, тут можно найти что-то. Ну, просто конь H5 и на E3 съесть. Ну да, можно. Тут в целом, да. Ну, было сыграно ладья C1. Ну и дальше техника, да. Которая хромает явно. Ну нет, ну смотри, пока безошибочно. Тоже все хорошо. КНЕ4, наверное. Нет, самый сильный. КНЕ4, да, да. Нет, мы еще тогда оценили эту позицию, что тут три лишние пешки. Тоже все точными ходами. Ну, ферзь F5 вообще просто добивающий. Просто ты вымениваешь фигуры, и там уже точно выиграна учебная должна быть. Ну, конечно, посильнее было просто отойти там на C8 условно или на G8 по оценке. Но я думаю, с человеческой точки зрения ферзь F5 самый точный ход. Потому что надо менять, а иначе просто безнадежно все сразу. КНЕ3, все точно. Б2, да, А6, КНЕ7. Ну, КНЕ7, ладно, профилактика всегда полезна, да. Потому что на ЛА8, КНЕ2, КНЕ2, КНЕ2. Ну, в принципе, то же самое получается. КНЕ2, ЛА6 же можно. А, ты не хотел смотреть ЛА3 пешки против ЛА1 и Трех пешек просто, да? Ну, то есть просто... ЛА8, КНЕ7, КНЕ3, ЛА1. Нет, я вот сюда не сильно хотел идти. Ну, я так и понял. Ну, ты можешь так же сесть сюда. Да, можно. Ну, КНЕ7, да, хорошо. Ну, объясни, почему КНЕ7-то пошел. Ну, нет, понятно, КНЕ7 самый такой техничный ход. Как бы не даешь же еще КНЕ на Ф2 пойти, потому что ЛА8 на Ф8 ничего стоит. В целом все логично. Ну, а тут уже понятно. Техника. Ну, я один, я не уверен, что я потом выиграл. Что? Я говорю, чтобы я перешел ЛА8 против КНЕ. Нет, ну, понятно. Поэтому вот это самое точное. Это защищенный проходной, но это так приятно играть, что... Можешь еще 20 ходов поделать, просто постоять на месте, проверить там. Получить удовольствие от позиции, почувствовать, что ты с Гроссмейстером имеешь такую позицию подавлять. Ну, я тебе делал, ЛА8 Д6. Мне приятно было. Король Д5. Ну, и постепенно пошел королем, да? Ну, и когда королем дошел, тут уже понятно все. Съел на И3 и еще и другой маршрут короля провел. ЛА8 С7 еще аккуратно, даже не стал пешки вести. Не, ну, просто отличная партия на самом деле. И по дебюту получил прекрасно. То есть без каких-либо слабостей и даже вот... Ну, более приятная позиция у черных просто на самом деле. И дальше просто все очень технично реализовал. Очень красивую тактику нашел. Так что молодец. Правда, крутая игра. Игре, кстати, белый не то что не сделал. Может быть, на Б5 был смысл АБ сыграть. Ну, просто чтобы не висело пешками опять, чтобы островки были. А я, честно говоря, что-то помню. Я давно очень это смотрел. Мне казалось, я вот на эту... Я думал, он АБ пойдет. И вот эту позицию я смотрел. Ну, это за белых логичнее, по-моему, да? Конечно, конечно. Потому что она опять не обременена. И все-таки островков у них побольше стало у черных. Ну, я когда смотрел, вроде здесь хорошо у черных. Нормально, сложные позиции. На 2 я не смотрел. Ну, в целом, там проблем же тоже никаких. То есть угроз никаких, просто позиционная аккуратная игра. Ну и дальше, да. Опять-таки, ключевой момент. Еще раз покажу. Уже раз 5 или 6 за всю трансляцию. Кони в 4, да, блестящий ход. И благодаря этому ходу черные побеждают. Ну, молодец, поздравляю. Так что давай, не расслабляйтесь. Сегодня еще один тур. И удачи тебе на втором туре. Спасибо. Давай. Спасибо.